Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Марина Тихонова, руководитель медицинского центра «Вера». Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. В этом году правительство Рязани наградило ваш медицинский центр как лучший по лечению ожирения. Правильно? Да, это так. Скажите, а вот скоро Новый год. И какие бы методики вы порекомендовали как специалисты в этой области? Все хотят быть красивыми, нарядиться, влезть в свои платья. Что вот людям порекомендуете? Как добиться стройной фигуры? Ну, действительно, Новый год – это такой волшебный праздник, когда хочется быть особенно красивыми. И поэтому мы всех пациентов приглашаем на суджок-терапию. Это северокорейская методика, которая дает очень хороший эффект, я бы сказала, комфортный эффект, эффект похудения. Это микроиголочки, которые ставятся на пальчики рук, на пальчики ног, но они удивительным образом действуют на организм. Пропадает аппетит, идет быстрое насыщение, пропадает тяга к сладкому, невозможно переесть. И самое главное, гормональный фон приходит в норму, и за счет этого человек очень комфортно худеет. Худеет, по сути, не прикладывая усилий. Получается, эти иголочки на какие-то определенные точки ставятся, да? Вот куда они на руке попадают? Они действительно ставятся на биологически активные точки. И многие суджок-терапию знают как методику, как семяннотерапию, там привязал куда-то семянку и насморк прошел. На самом деле, когда мы лечим ожирение, это более глубокое воздействие. Это воздействие на меридианы, энергетические линии. Это реально существующие линии, это не метафизика. Есть даже прибор ядораку, который показывает направление движения в меридианах и даже цвет этих энергий. И поэтому по определенным формулам на пальчики рук, прям вот на пальчики рук, на пальчики ног ставим эти иголочки. И они вот такое чудесное действие оказывают на организм. А сама процедура долгая? Сколько с этими иголочками надо лежать? Болезненно это вообще или нет? Это не болезненная процедура, это очень маленькие иголочки. Как правило, люди знают о корпоральной акупунктуре. И, конечно, когда работают с большими иголками, здесь должен работать профессионал для того, чтобы не поставить в какую-то нефту в точку. В суджок терапия все точки сосредоточены только на руке и стопе. Она и сама методика называется. Су по-корейски рука, джок это стопа. Все точки вот как раз на руке и стопе. И это ставится по определенным формулам для того, чтобы убрать аппетит и запустить правильно гормональную систему. Долгая процедура это? Сколько надо лежать? Нет, 25-30 минут. Этого хватает. И как часто надо проводить эти процедуры? Сеансами ли они проводятся? Они действительно курсом. Это курсовое лечение. Ходят пациенты у нас, как правило, два раза в неделю. Приезжие приезжают даже и раз в неделю, все равно эффект очень хороший. И еще этот эффект пролонгированный. Когда пациент начинает ходить, как правило, уже после первого сеанса потери веса составляют 1,5-3 кг. Но нужно понимать, что это уходит сразу вода. Вообще по окончании курса лечения эффект идет полгода. А если очень тучный пациент, то до года. Но у вас же все равно, естественно, медики занимаются установлением вот этих всех иголочек, да? Конечно, только врач. Это врачебная процедура, да. Еще как меняется, может быть, настроение или состояние человека? Может быть, там волосы начинают расти или там жить захочется ему от этого? Ну жить захочется точно, потому что при постановке иглы мозг начинает активно вырабатывать эндорфины. А это морфин-подобные вещества. Это гормон радости. Поэтому настроение действительно лучше будет. И вопрос абсолютно правильный. Потому что энергии добавляется. И сейчас очень актуально после ковида, когда выражен астенический синдром. И от многих пациентов мы слышим, что просто не хватает сил жить. Не хватает сил двигаться и собрать себя в кучу. Так вот эта методика дает много энергии днем, а к вечеру, наоборот, идет седация. И у кого нарушен сон, для них еще один очень такой положительный момент. Они начинают хорошо спать. А сколько лет вы занимаетесь суджок терапией? 24 года. Откуда вы узнали ее от существования и когда вообще это произошло? У нас есть институт рефлексотерапии в Москве. И достаточно долго к нам приезжал корейский профессор Пак Дживу. Многие его знают. Он как раз преподавал. Но вот, к сожалению, больше нет этого профессора. Но пока он к нам приезжал, я каждый год ездила к нему на обучение. А сейчас насколько это в мире распространено? Это достаточно распространено. Но не все классические иглорефлексотерапевты владеют как раз суджок терапией. Марина, скажите, а почему вы выбрали именно суджок терапию, а не классическую акупунктуру? Классическую акупунктуру я тоже владею. Но суджок терапия, в отличие от классики, дает сразу эффект. Могу сказать, вот вчера была пациентка с эстеническим синдромом после ковида. У нее выражен сейчас тревожно-депрессивный синдром с паническими атаками. Она вчера пришла в тяжелой депрессии. Вот сегодня у нее совершенно другое настроение. То есть даже первый сеанс дает сразу же эффект. И это на самом деле наши пациенты. Это просто потому, что энергия начинает течь по-другому по телу? Совершенно по-другому, да. Перестраивается организм. В отличие от западной медицины, восточная рассматривает болезнь не как отдельные какие-то симптомы, а как избыток или недостаток определенной энергии. И если сбалансировать эти энергии, вы получаете состояние здоровья. Лишнее негативное может выйти, да? Ну, если примитивно, можем так сказать. Лишнее негативное вышло, да. Или она преобразуется. Мы об этом не будем рассуждать, преобразуется или нет. Но на самом деле вот так работают иголки, что они совершенно меняют энергетику человека. Человек себя ощущает совершенно по-другому. Он ощущает прилив здоровья, прилив энергии. А я уже говорила, к вечеру идет седация от этих иголок, а выспавшийся человек – это тоже живой человек. А вот если к вам пришел человек не просто полненький, а вот прям тучный, у него большой живот, что вы можете ему предложить? Что вот ему делать, как избавиться от этого живота? Действительно. Суджок-терапия позволяет в целом человеку уменьшаться в объемах. Ну, не только в объемах, а худеть. А если не нравится какая-то определенная зона, мы можем сделать курс мезотерапии. И мезотерапия прекрасно работает. Она убирает именно ту зону, которая не устраивает человека. Если большой живот, значит, можем живот подтянуть. Если галифе, то значит, можем бедра подтянуть. И это тоже все работает. А вот если человек похудел, и у него более дряблая кожа, может быть, стала, тоже есть какие-то варианты, как восстановить эту кожу? А вот как раз мезотерапия очень хорошо все подтягивает. С помощью уже каких-то препаратов медицинских? Это с помощью гомеопатии. Мы работаем только с композиционной гомеопатией, которая не оказывает никаких побочных эффектов. От нее, кстати, тоже самочувствие хорошее. Здорово. А в вашем медицинском центре Вера какие еще методики для лечения людей, поддержания их здорового образа жизни применяются? Это герудотерапия, мануальная терапия, кинезиотерапия. Вот чем герудотерапия сейчас в реалиях нашей жизни очень полезна может оказаться. Я слышала, что действительно полезны пиявки после ковида. Да, они сейчас применяются в реабилитации постковидных больных. Особенно те, которые перенесли по аутоиммунному типу с поражением легких. Мы уже знаем, что после ковида самым тяжелым бывает тромбоэмболия. Так вот пиявки обладают тромбоэмболитическим свойством. На самом деле пиявки обладают настолько многогранным действием. По своей сути, это биологический шприц. У них противовоспалительные, обезболивающие, жаропонижающие эффекты. И вот, как я уже сказала, тромбоэмболитический эффект. Поэтому даже пациентам, которые, даже людям, которые сделали прививки, я бы рекомендовала сразу после прививок приходить и делать пиявочки во избежание как раз образования тромбов. Как часто надо вот эти методики с пиявками применять, допустим, после ковида того же, да? Ну, конечно, это тоже курсовое лечение. Считается, что в герудотерапии минимальный курс лечения это 6 сеансов. Те, у которых выражены проблемы, они проходят уже курс 10 сеансов. И поверьте мне, что такие пациенты себя чувствуют намного лучше, чем до того, как к нам пришли. Вот сейчас у нас разработана реабилитация постковидная. Иголки плюс пиявки. Эффект очень хороший. Убирается и остенический синдром. После ковида у многих повышается сахар. Даже у 40-летних людей сахар тоже нормализуется. Сахар, кстати, нормализуется и при постановке иголок. А насколько долговременный эффект в плане именно герудотерапии? Достаточно долговременный. Но считается, что герудотерапию нужно проходить раз в полгода. По факту пациенты ходят раз в год. У нас есть постоянные пациенты. Поскольку наш медцентр работает уже 23 года, конечно, у нас очень много постоянных пациентов, которых мы видим раз в год. И с удовольствием их видим. Поэтому это достаточно действенная методика. А что касается лечения ожирения, в этом случае тоже пиявочки как-то могут помочь? Ну, как правило, при лечении ожирения мы редко применяем пиявки. Другое дело, если это пациент тучный, возрастной, тогда можно посоветовать еще и поставить пиявки на область печени. Потому что печень участвует в жировом обмене. И обменные процессы действительно быстрее протекают. И человек быстрее худеет. Что касается похудения с помощью иголочек, насколько продолжительным будет этот эффект от похудения? Вот если, допустим, мы всю массу скидываем, после того, как иголочки попали на ладошку, на пяточку. Как долго держится эффект? Ну, достаточно долго. Но, опять же, у нас есть пациенты, которые проходят раз в год эту методику. И именно потому, что у нее такой мощный оздоровительный эффект. Они даже пациенты, которые начинают ходить, говорят, я летаю. Вот настолько легко себя человек на иголках чувствует. И они держат идеальный вес. У меня есть такие постоянные пациенты. А есть пациенты, которые приходят раз в 8 лет. Такие тоже есть, которые, кстати, сбрасывают довольно много. И очень хорошо держат этот вес. И, как правило, пациент не приходит с тем же весом, с которым первый раз к нам пришел. Действительно, ваш медицинский центр наверняка уникальный для Рязани сейчас. Ну, мне хочется так думать. Скажите, какие-то, может быть, будут акции в честь Нового года? У нас все-таки праздник на носу. Может быть, вы что-то хотите рассказать о бонусах для рязанцев? Ну, они уже начались. У нас каждый декабрь. Наши постоянные пациенты знают, что в декабре очень хорошо к нам приходить. Сейчас началась акция 10% скидка на весь курс у джоктерапии. А еще в подарок первый сеанс мезотерапии мы вот как раз сейчас презентуем. Уже после первого сеанса мезотерапии ощущение, что вы сходили в спортзал. Это для тех, кто на самом деле с фитнесом не дружит. Живот сразу опадает после первой процедуры. И скажите, пожалуйста, где вы находитесь, чтобы вас удобно было всегда найти? Нас, в общем-то, удобно найти. Мы находимся в центре Полонского, 19, корпус 1. Спасибо вам, что вы пришли. С наступающим Новым годом. Желаю развития дальнейшего вашего медицинского центра и здоровья. Спасибо. Вас тоже с Новым годом. Благодарю. Это была программа «Городские встречи». Мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин